друзья приветствую всех на торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки сегодня нужно говорить о долларе сегодня нужно подводить итоги двухдневного заседания американского регулятора который к сожалению не привели к тем результатам которые хотелось бы видеть трейдерам ставящим на снижение курса американского доллара но рынке зачастую устроены так что трейдеры не всегда получают то на что рассчитывают в целом вчерашний день начали за здравие но кончились за упокой в рамках азиатской торговой сессии мы действительно видели как а доллар поджимали фактически по индексу американской валюты было значение минимальная 90 12 рукой было подать до теста поддержки 90 ниже которой мы хотели уже оказаться а пост фактум подведение итогов заседания федрезерва однако уже на европейской сессии настроение изменились друзья и до заседания американского регулятора доллар стал активно расти укрепление позиции доллара привело к распродажам рисковых инструментов причем сейчас когда по прошествии фактически целого дня есть возможность проанализировать общий новостной фон можно сказать что повышенный спрос на доллар он был обусловлен несколькими факторами во первых тем что растет скепсис трейдеров касательно новых мер экономического стимулирования в сша я очень рассчитываю друзья на то что вы не разделяете позицию тех кто считает что он штаты и байден демократы не согласует и не протачивать через конгресса пакет экономических стимулов вот на 2 триллиона долларов очень рассчитываю на то что все что мной было сказано ранее доводы аргументы ожидания того что эти миры необходимы за тяжелой экономической ситуации вас убедили в том что без этих денег американская экономика не справится всеми правдами и неправдами конгрессе обязаны будут принять текущий объем х стимулов и уже после думать о последствиях сейчас нужно лечить проблему деньгами второй момент на что обратили внимание трейдеры так это на ухудшение ситуации с к видом но тоже вроде бы как не новая тема мы прекрасно знаем что вот эти начатые компании по вакцинации они пока что не показывают сверх эффективных результатов очень рассчитываю на то что в ближайшем будущем ситуация изменится но на мой взгляд о страхе которые сейчас продолжают транслировать на рынке из-за к вида это не причина ни с того ни сего братья уходите представителей защитных инструментов всей индустрии финансовых рынков и покупать доллар только потому что для многих это по-прежнему защитный валютный актив еще один новостной фон связаны с эскалацией напряженности между сша и китаем южно-китайском на море это да а локальный новый фактор особенно сейчас при президентстве уже демократов байдена не знаем как будут дальше обстоят дела но мне кажется ситуация в целом будет ухудшаться это может быть с натяжкой выступила причиной появления страха за будущее мирового экономического роста потому что в итоге в этот конфликт которым уже много лет конфликт который начал трампа может обострить отношения между ведущими локомотивами всей мировой экономики но разумеется негативно отразиться на темпах экономического роста но это друзья все лирика если быть наверное совсем конкретным потому что происходит восстановление доллара это нормально я уже много раз также подчеркивал что когда вы ставите на развитие какого-то конкретного тренда вы должны понимать что этот тренд будет развиваться в нужном направлении но периодически инициатива будет переходить к тем кто ставит на контр тренду в данном случае мы ставили и родили за снижение курс доллара американского но восстановился это нормальная рыночная динамика и может быть не всегда нужно пытаться обосновать то что происходит с позиции фундамента нужно оставаться верными друзья тем основанием которые вы ранее заложили в качестве базы ваших торговых действий и решений вот почему я снова возвращаю у вас к тому что совсем скоро в штатах примут пакет экономических стимулов о котором мы уже очень много говорили фрс который замыкал вчерашний день в целом сказал ровно то что мы хотели услышать ну да не изменены прогнозы по экономическому росту ставки на прежних значениях объем выкупа программы облигации через программу количественного смягчения 120 миллиардов долларов в месяц ни один базовый основной параметр денежно-кредитной политики не изменен но во время сопроводительных заявлений их публикации и пресс-конференции джером опал который возглавляет американский регулятор признал то что к видные риски никуда недели ситуация остается вниз нестабильный неспокойный цели по экономическому росту по рынку труда по инфляции далеко еще не достигнуты возможно не будут достигнуты в ближайшие несколько лет ставки разумеется останутся низкими из-за низких процентных ставок фрс уверен то что не будут расти доходности американских облигаций ужесточение монетарной политики в принципе не может быть в текущих условиях это повторил десяток раз друзья джером пау во время своей пресс-конференции для тех кто все таки еще ищет и читает старается может быть читать между строк пытаясь найти какое-то подтверждение того что риторика может измениться выдавая желаемое за действительное политика будет мягкой и если вам опять же нужна дополнительная установка того что будет с долларом на перспективу ближайших месяцев доллар возобновит свое снижение если будете интересоваться точкой зрения например ряда инвестбанка вы получите тоже подтверждение потому что но другой точки зрения сейчас с учетом фундамента быть не может решение друзья за вами в итоге если вы полагаетесь на фундамент то тогда тот рост который мы видим сейчас он в принципе не должен вас пугать если вы же считаете что доллар все-таки будет ну расти даже несмотря на то что было отмечено вам нужно принимать решение батлите длинных позиций но здесь я вас не поддерживаю сегодня два важных отчета годовые данные по ввп и первичные заявки на пособие по безработице тоже по ожиданиям слабые цифры заказан товар длительного пользования вчера разочаровали очень скромный прирост на целых две десятых процента с прогнозом на целых девять десятых процентов а в прошлом месяце мы видели значение по моему 1 и 2 процента роста то есть макроэкономический фонд ухудшается поэтому я рассчитываю на доп денежные инъекции ликвидности на сохранение стимулирующей политики федрезерва и на снижение доллара золото 1838 мы фактически по индексу американской валюты по золоту откатились на две недели назад ну я думаю что подождем немного друзья и уйдем к тем уровнем которые являются нашими целями это по золоту выше уровня 1850 по индексу доллара ниже 90 пунктов евро против доллара 121 считаете что вот откат в зону 121 21 это супер возможность для тех кто хочет провести крайне прибыльную сделку потому что думаю что этот диапазон который только что назвал идеальный для выкупа по фунту 136 73 цели 138 140 которые также не раз подтверждали с невестбанками банков америка рекомендует выкупать фунт на каждом снижении потому что судя по всему фунт по динамике и владельности может стать одним из главных бенефициаров вот этого понижательного давления на доллар биткоин 31 тысячи локальные вчера видели даже в районе тридцатки и ниже на снова призывают всех из вас кто интересовался крипто и хотел купить посмотрите на текущее значение может быть это оптимальная точка входа доллар канадец у нас длинные позиции сохраняется мы все ближе к цели 1 30 текущей котировки 128 24 то есть фактически 180 пунктов и будет нам планка которая ранее была заявлена и нефть 55 27 лонг сохраняется ливия и рак все это причина опасений за падение сокращения предложения и вчерашний отчет по запасам минус 9 и 9 миллиона друзья существенное сокращение это для тех кто все-таки верит в восстановление мировой экономики по идее спад и снижение запасов это доказательство повышенного спроса короче по нефти лонга я думаю что 58 и даже выше мы реально сможем увидеть этом собственно все хорошего вам закрытия недели текущей торговой сессии если есть вопросы как я уже отметил обязательно пишите в комментариях всем пока